Более пяти с половиной тысяч человек получили травмы в ДТП. 342 погибло. Такие безрадостные цифры за минувший год приводит региональная госавтоинспекция. При этом, как бы страшно ни звучало, 342 погибших, показатель этот в два раза ниже, чем было в 2017 году. По словам дорожных полицейских, это результат системной профилактической работы. Чтобы сократить число жертв ДТП, необходимо, во-первых, выявить, в каких авариях чаще всего гибнут люди. И, во-вторых, принять меры предотвращения этих аварий. Самые тяжкие последствия у нас происходят в связи с выездом транспортных средств на полосу встречного движения. И в подавляющем большинстве данные ДТП происходят из-за превышения скоростного режима. То есть наши водители, к сожалению, не оценивают состояние проезжей части погодных условий. И вследствие этого, превышая скоростной режим, не справляется с управлением, машина получает неконтролируемую траекторию движения. И при встречных лобовых столкновениях происходят самые тяжкие последствия с большим количеством пострадавших. Чтобы предотвратить выезды на встречную полосу, в регионе обследовали участки автодорог, на которых сконцентрировались очаги аварийности. Где-то изменили схемы движения, где-то увеличили зоны запрета обгона, снизили максимально разрешенную скорость. На некоторых трассах появились сигнальные столбики на разделительных полосах. Также дополнительно в регионе установили 55 комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Сейчас в области работает почти 600 таких комплексов. Если мы начинали в 2016 году всего лишь с одного вида нарушений, это превышение скоростного режима, то на сегодняшний день наши комплексы уже фиксируют до 24 административных составов. А это и превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, неиспользование ремней безопасности, неиспользование дневных ходовых огней, движение по полосе предназначенной для общественного транспорта и многое-многое другое. Продолжается в области пилотный проект по снижению так называемой пьяной аварийности. На подобное ДТП приходится каждый четвертый погибший. Уже несколько лет в регионе линия 112 принимает от нижегородцев звонки о водителях, в которых подозревают наркотическое или алкогольное опьянение. С прошлого года за каждое такое подтвержденное сообщение выплачивают награждение в размере 2000 рублей. Как итог, пьяных аварий стало на 13% меньше. За 2024-й нижегородцы 3258 раз позвонили на линию 112. 746 пьяных водителей задержали по этим обращениям. При этом за вознаграждением обратилось всего 104 человека. Когда скептики говорили о том, что это доносительство, о том, что люди начнут ложную информацию какую-то давать, на самом деле практика показала иное. И она говорит о том, что наши люди сознательны. И действительно, они ведут непримиримую борьбу с нарушителем правил дорожного движения, с водителем, находящим в нетрезвом состоянии. Поэтому с каждым годом процент обращения граждан увеличивается. И в этом году, как я сказал, увеличился на 19%. Всего за минувший год в области задержали 10,5 тысяч нетрезвых водителей. Нижегородский проект по профилактике пьяной аварийности уже готовы тиражировать другие регионы.